Развитие бизнеса на Кубани. Мы сегодня говорим с главным специалистом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае, куратором проекта «Школа молодого предпринимателя» Кристина Сильченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем со школы. Когда был образован этот проект и насколько он оказался успешен? Сам проект, появилась идея у департамента инвестиций создать какую-то образовательную платформу, которая позволяла бы студентам, тогда идея была в этом, развивать свой бизнес и начинать его. И ставка была сделана на студентов. Нам казалось, что это самые амбициозные, самые замотивированные, самые энергичные ребята. И выбран был не случайный экономический факультет Кубанского госуниверситета. Там был запущен пилотный проект в 2016 году. И это не совсем была даже образовательная платформа. Это больше были истории успеха. Нам казалось, что если мы пригласим успешных предпринимателей, они поделятся опытом, они расскажут о том, как здорово, то, чем они занимаются, как у них успешно это получается. И сложно ли бы, не сложно было бы этого достичь, то молодые начинающие предприниматели в виде студентов тоже захотят проделать этот путь. И, в общем-то, это сработало частично. Да, было много студентов, у нас были полные аудитории, даже на 100-150 человек. Студенты приходили, слушали, и спикеры были интересные, именитые. В какой-то момент начали поступать запросы в виде, слушайте, это все интересно, это все история успеха, но мы хотим сами. Нам важно узнать, как нам проделать такой же путь. Это здорово, что вот у него так сложилось, сложились обстоятельства так, сложилась там жизненная ситуация, была мотивация, были возможности, и вот такая успешная компания у него родилась. Но мы хотим. Расскажите нам, как это сделать, пошагово. И действительно, в настоящее время в Краснодарском крае все чаще мы слышим термин «серийный предприниматель». Что это такое? По сути, это то же самое. Это когда человек, один раз создав свой бизнес, понимает алгоритм его формирования, с чего нужно начать, как нужно выстроить свою бизнес-модель, чтобы раз за разом, используя разные ниши, разный рынок, разный продукт, делать одно и то же. По сути, механика построения бизнеса одна и та же. И вот мы тогда уже начали задумываться о том, что нам нужен образовательный курс, нам нужен учебный курс, который позволит нашим молодым и амбициозным студентам и вообще всем тем, кто хочет начать свой бизнес, проделать этот путь самостоятельно, обучиться этому. Ну, либо хотя бы понять вообще, готовы ли они и способны ли они на это. Поэтому вот с 16-го года, уже третий год, мы реализуем этот проект и, наверное, вот в этом году пик был запроса, спроса, вернее, даже на этот проект. Мы получили больше 600 заявок, 600 заявок на месяц. Такого еще никогда не было, при том, что наш каворкинг-центр, где мы сейчас реализуем этот проект, вмещает 50-70 человек. Тут уже включились другие рычаги оценки отбородных. Никак. Сейчас расскажу о том, почему сейчас школа совершенно трансформировалась из той идеи, которая была в 16-м году в виде просто истории успеха и мотивации. Сейчас это полноценный, сложный, с домашними заданиями учебный образовательный курс, который не просто позволяет им получить какие-то знания, а который помогает им зарабатывать уже даже в процессе обучения. Это формат больше воркшопов, семинаров, тестов, каких-то вот заданий, которые непосредственно связаны с действиями, направленными к получению прибыли. И очень много ребят сейчас уже открыли свой бизнес, зарабатывают свои деньги. И то, к чему мы пришли, это, наверное, можно назвать успехом, потому что и спрос велик на проект, и результат есть, и он осязаем. У вас есть какой-то лимит, наверное, какой у вас поток за один курс обучения? Да, есть лимит. Сейчас проект школы молодого предпринимателя реализуется два раза в год. И если даже в том году у нас было два месяца, по субботам в Кворкинг-центре, здесь надо сказать важное самое, что это совершенно бесплатно. Это государственная поддержка, развитие малосреднего предпринимательства в регионе, и любой желающий совершенно бесплатно может записаться на этот курс, прийти и обучиться. Для этого, по сути, ничего не нужно. Но так как с каждым годом и с каждым потоком у нас все больше и больше заявок, мы пришли к тому, что нужен отбор. Мы не можем принять, у нас нет просто возможности разместить локально одновременно 600 человек и давать им здание. Да и, честно говоря, это не очень эффективно, потому что формат воркшопов, с которым сейчас мы пришли, он предполагает вопросы, ответы, взаимодействие со спикером, с тренером, разбор каких-то индивидуальных ситуаций уже в действующем бизнесе, и 600 человек, это, конечно, сложно. Нет вот этого эффекта включения в свой бизнес и взаимодействия более эффективно, наверное, спикера с аудиторией. А так вот, если немного вернуться на шаг назад и рассказать историю становления, это, наверное, проект Школы молодого профессионала, как и любой другой бизнес-проект, он меняется, растет и развивается, как любой бизнес. И, начиная с истории успеха, мы постепенно пришли к этому вот сложному курсу как? Первый наш учебный курс был рассчитан больше на то, чтобы дать представление о том, что такое бизнес, как это, а что такое бизнес-модели, какие-то вот такие поверхностные знания, которые, ну, может быть, направляли, либо позволяли немного погрузиться в эту тему, и понять, вообще, интересно, неинтересно. А далее мы получали обратную связь от нашей аудитории и включали те моменты, которые, как нам казалось, очень важны. И важны для, прежде всего, тех слушателей, которые к нам приходят. Далее мы стали изучать рынок, видели тренды, тренды бизнеса. Это цифровые технологии ведения бизнеса, это какие-то новые инструменты в бизнесе эффективные, это процессы оптимизации бизнеса, которые, возможно, не всем готовы. Многие сталкиваются, предприниматели, с тем, что в определенный период бизнеса он достигает потолка. Как правило, это первые 100-150 тысяч, потом 300-350 тысяч, ну, и далее там 500 миллион. И зачастую этот потолок сложно пробить, потому что уже отлажены бизнес-процессы. И для того, чтобы сделать следующий скачок, нужно либо увеличить штат, либо добавить новый продукт, либо новую линейку разработать, либо что-то кардинально изменить, чтобы стало значительно больше, лучше, в два, в три раза больше. И многие приходили с таким запросом. Мы включали это в курс, и раз к разу наш курс менялся, менялся, менялся. А сейчас мы пришли, наверное, практически, как нам кажется, к очень полноценному, сформированному и очень проработанному учебному курсу, который не просто дает знания, который на практике сразу их, реализуя эти знания, можно получить навык. Наверное, одно из основных преимуществ школы. Не просто знания, а навыки, которые за этот месяц ты уже готов получить. И сейчас курс выглядит, наверное, следующим образом. Нам кажется, что первое, самое важное, это анализ рынка. И мы это видим по тем начинающим предпринимателям, которые к нам только приходят. Их можно условно разделить на две категории. Первый говорит, я хочу бизнес, но не знаю какой. Вот мне все равно какой. Вот я готов заниматься всем, просто я не хочу работать больше как наемный сотрудник. И вторая аудитория – это либо те, которые точно знают, в какой сфере ниши они хотят, либо уже этим занимаются. Так вот, для того, чтобы помочь и первым, и вторым определиться точно, первый блок, который мы освоили, это, ну, включили в программу, это анализ рынка. Что он тебя включает? Емкость рынка. Насколько, сколько ты можешь откусить от рынка, грубо говоря, да, чтобы так было понятно нашим зрителям в том числе. Потому что рынок большой, и конкурентов много. И ты должен понимать емкость, сколько ты в этом рынке можешь занять площади, места, я даже не знаю, как это назвать. А хватит ли тебе этого куска? А готов ли ты вот этим довольствоваться? А кто твои конкуренты? А их сильные и слабые стороны? А чем ты можешь быть лучше? А может быть ты создашь аналог, свод, анализ, и многое другое. Когда мы проанализировали рынок и понимаем, чего не хватает, либо чего в избытке, либо какая есть боль у той или иной группы лиц, и какие наши конкуренты, появляется представление того, что мы можем дать лучше, чем конкуренты, и что просит рынок, и где какая потребность не закрыта. Когда появляется это представление, нужно формировать продукт. Продукт может быть очень разный. Я очень часто привожу в интервью пример магазина «Морковка». Все знают, что на рынках овощей, ну, валом. В любом супермаркете их тоже валом. При этом появился магазин «Морковка», который продает овощи и фрукты. Казалось бы, очень тривиальная идея. Ну вот ничего нового, ничего инновационного. Такой вот совершенно тривиальный способ зарабатывать. Но при этом они сделали это красиво. Они красивые коробки привезли. Они помыли эти фрукты, овощи. Они добавили сюда услугу того, что тебе могут порезать эту морковочку, положить в красивую коробочку. Это вот такой перекус будет. Это сухофрукты. Это, знаете, вот туда приятно заходить. Вот если ты хочешь сделать приятное удовольствие себе при покупке чего-либо доставить, то это вот туда. И, казалось бы, совершенно тривиальная идея. Просто они в какой-то момент, проанализировав рынок, поняли, что этого нет. Не всегда хочется приходить и ковыряться в овощах, на рынке, в земле, выбирать, где-то гнилые, где-то еще какие-то. Здесь все идеально. Каждая морковочка одна лучше другой. И это приятно, и это работает. И это уже не один магазин у нас, по крайней мере, в городе. Он эффективно функционирует, и ребята зарабатывают. Правильно оценить рынок и предложить ему нужный продукт – это самая важная, с чего нужно, наверное, начинать. И второй блок в этом курсе – это продукт. Продукт нужно сформулировать, упаковать, понять его главную идею и описать его. Это немаловажная вещь. Не все даже понимают, что они продают. Вот когда мы уже общаемся с предпринимателями, действующими, которые даже приходят к нам в школу, задаваем обычные, казалось бы, вопросы, что ты делаешь в своем бизнесе. Ответы, как правило, совершенно… Он даже не может сформулировать, а что же он делает. Я продаю. Что продаешь? Ну вот батарейки продаю. Кому продаешь? Ну кто покупает? Ну как? И нет понимания, что ты продаешь, кому ты продаешь, зачем ты продаешь. Поэтому даже для действующих предпринимателей очень важно сформулировать идею и ценность своего продукта. Почему он лучше, чем другие? А чем его уникальность? А как ты его презентуешь? А как ты его подаешь и посвечиваешь для своего потребителя? А кто твой потребитель? Вот целевая аудитория, она же тоже очень разная. Ты должен четко понимать, кто они, конечный твой покупатель и под них создавать свой продукт в том числе. Поэтому второй блок – это продукты. По этой теме мы тоже говорим, наверное, два или три занятия. Причем одно очное и, как правило, два вебинара. Третий блок – это продвижение. Хорошо, ты понимаешь рынок, ты знаешь своих конкурентов, ты знаешь, что ты продаешь, а как это продвигать? А как об этом рассказать целевой аудитории своей? А это онлайн или это офлайн? А это билборды или это интернет? А это большой бюджет, либо здесь достаточно небольшого хайпа, и это такая оригинальная вещь, которая выстрелит? Важно знать инструменты, которые есть на рынке, и подобрать нужный под себя и под свой продукт. Это больше такие, наверное, обзорные знания, которые позволяют тебе быть в рынке, в тренде и понимать, чем сейчас можно пользоваться и насколько это может быть эффективно для своего бизнеса. Зачастую мы можем сталкиваться с тем, что многие предприниматели даже очень успешные, у которых большие обороты, грубо говоря, ведут Excel. И в Excel все пишут там, сколько они продали, какие у них на меня продуктов. При том, что есть огромное количество приложений, серые системы, разного рода мобильные приложения, просто программы, которые помогают тебе это делать гораздо быстрее, позволяют тебе включить сюда опцию CRM-системы, не потерять клиентов, которые тебе напоминают, что одно касание с клиентом было, второе, третье, через сколько ему могут понадобиться условно те же самые фрукты и овощи, условно. Вот он у тебя покупает каждую неделю, а давай мы напомним через неделю о том, что вот в этой неделе он что-то не купил. Давай напомним о себе. Не все знают об этом, не все умеют пользоваться. Поэтому здесь важно показать, что есть инструменты и вещи, которые могут помочь тебе и помочь твоему бизнесу быть эффективным. Четвертый блок – это финансы. Тут мы понимаем, есть рынок, есть продукт, я знаю, как продвигать, а выгодно ли вообще это? Давай теперь посчитаем. Потому что кассовый разрыв – это, наверное, одна из наиболее частых проблем у начинающих предпринимателей. сложно иногда бывает тем, кто не задается целью сформировать финмодель и вот сесть и досконально просчитать, а вообще выгодно ли это, а какая у меня будет норма рентабельности в процентах, а какая маржа, а выручка-то на какую я могу рассчитывать, а сколько примерно клиентов у меня купит в месяц, и сколько мне должно купить, чтобы я покрыл все свои расходы, операционные, и многое-многое другое. Хотя бы элементарными финансовыми формулами и финансовыми показателями пользоваться нужно, и нужно их знать. У нас даже был интересный случай на форуме «Дело за малым». Мы беседовали с несколькими предпринимателями, и иногда задаешь вопрос, «Слушайте, вот какая маржинальность вашего бизнеса?» Человек подвисает. Он не знает вообще, что такое маржинальность бизнеса и какова она у него. То есть, например, он примерно что-то зарабатывает. Деньги есть. Вот он может заплатить зарплату, у него остается. А сказать о норме рентабельности какая у тебя? Ну вот, наверное, норму рентабельности многие знают, но какие-то достаточно простые показатели не все даже считают нужным, наверное, это считать. А потом возникает кассовый разрыв, и на этом этапе закрывается большое количество бизнес-проектов. У нас был тоже очень интересный случай на форуме «Дело за малым». Многие видели, у нас работал на входной группе магазин книжный «Чарли». Это две потрясающие девушки, которые открыли в свое время книжный магазин и привозили туда не просто литературу, как можно там в Читогороде увидеть, ну, там бестселлеры, а они отбирали вот особые книги. Интересные, редкие экземпляры, книги, которые там не всегда можно достать, какие-то бакинистические издания. И он был таким домашним и атмосферным, этот магазинчик. Когда хотелось прийти вот как домой, в домашней библиотеке что-то вот выбрать и принести домой. И девочки творческие, инициативные, очень любящие то, чем они занимаются, но при этом не посчитали тоже финмодель и обратились к нам еще до форума с тем, что, ребят, мы закрываемся. Они везде написали в Инстаграме пост о том, что нам очень грустно, нам очень жалко, но мы закрываемся. И тогда мы приняли решение помочь им в таком вот вручном режиме. Единожды мы пригласили на форум «Дело за малым», поставили их стенд и, ну, там проконсультировали их, как закрыть этот кассовый разрыв, а там дело было именно в этом. Просто не была просчитана модель, расходы, доходы, как это все сложить. И очень приятно было и нам, и им, потому что за два дня работы на форуме по их словам, они заработали не настолько же, сколько там в один из самых удачных месяцев. То есть вот средняя выручка была именно такова. Я думаю, что, возможно, это позволило им закрыть какую-то там финансовую дыру, которая у них образовалась, но магазин, насколько я знаю, все-таки будет закрываться. Это урок, однозначно. Это опыт, безусловно, но это все к тому, что я уверена, что они на этом не остановятся и откроют что-то еще. Еще просто теперь это такой вот опыт, который позволит тебе уже не наступить на одни и те же грабли, а сесть и посчитать. Поэтому четвертый блок школы молодого предпринимателя, он про финмодель, насколько это важно и актуально. Пятый блок – это про команду. И это не просто HR-инструменты, как отбирать, кого отбирать, а здесь как взаимодействовать, как уметь презентовать себя и свою компанию, как проводить собеседование, кто эти твои сотрудники, а кто тебе нужен. А вот на старте, кто вот эти самые важные люди, с которыми тебе нужно работать. Бухгалтер, он должен быть в твоем штате, либо его привлечь на аутсорс. Юрист, финансист. И вот такие вещи, которые не всегда кажутся очевидными. У всех есть бухгалтер, но кому как удобнее. У кого-то он сидит в штате и работает, а кто-то на аутсорс дает отчетность. И это связано с многими факторами, и с типом бизнеса, и с продуктом, который ты продаешь, и в принципе с управленческой моделью, которая у тебя в компании создана. И здесь нужно уметь, наверное, либо хотя бы знать базовые такие моменты того, как отбирать людей, и кто тебе нужен в команду, и нужен ли тебе HR-специалист, либо ты самостоятельно можешь проводить собеседование, заниматься отбором в свою команду. Ну и последний блок – это господдержка. Без нее никуда. Мы в лице департамента инвестиций и развития малосреднего предпринимательства делаем многое для того, чтобы в нашем регионе развиваться предпринимателям было комфортно. Прежде всего для того, чтобы была создана та среда, в которой предпринимательство могло бы уверенно развиваться, уверенно создавать свой бизнес. Понятное дело, что мы не можем влиять на многое. Мы не можем влиять на налоговые органы, на контрольно-надзорные органы. Но то, что в наших силах, а именно создавать условия и инструменты этой господдержки, мы стараемся реализовывать и включать в такую программу государственной поддержки в крае. Сейчас это школа молодого предпринимателя в том числе, потому что если каждый, кто начинает свой бизнес, будет обладать хотя бы вот этим минимальным набором знаний, начать будет проще. Начать будет проще и, наверное, эффективней однозначно. Плюс не всегда очевидным, но очень важным моментом этого проекта является формирование предпринимательского сообщества. Потому что те люди, которые попадают в этот проект и, в принципе, включаются в такое сообщество предпринимателей, они, как правило, на одной волне. То есть это люди инициативные, которые хотят что-то изменить, хотят что-то создать, люди, которые созидают, по большому счету, которые нацелены на результат. И они знакомятся, они общаются, они в процессе обучения помогают друг другу. Более того, у нас был не один случай, когда человек приходил с одним проектом, с одной идеей, а потом знакомился с другими. И вот эта коллаборация, они потом придумывали совместные проекты, партнерились, делали рестораны совместные. Там у кого-то ресторан, у кого-то доставка. И вот они, значит, какая-то коллаборация, вот что-то вот это вот все так интересное и здорово. И дружны они очень, по сути. И у нас был поток весной, вот он, наверное, самый был дружный. Ребята после этого, я руководитель проекта, они меня приглашали, значит, у нас плав, то на море, то они в поход ходили. И это здорово. Это про то, что ты в какой-то момент понимаешь, что вот те сложности, с которыми ты сталкиваешься иногда, эти задачи, которые ставит перед тобой твой бизнес и твоя работа, они не только у тебя. Они по большей части одинаковые практически в каждом бизнесе. Сложность в взаимодействии с персоналом, мотивация персонала, продукт продвижения, рынок, конкуренты. Это все, ну, как правило, у всех, ну, по сути, одно и то же. Поэтому, когда ты с кем-то, то ты говоришь, слушайте, я вот это вот так решил. И в моем бизнесе вот это дало вот такой результат. И вот этот обмен опытом и общением, оно, а, дает какую-то уверенность и силы, и, б, оно позволяет тебе благодаря коллаборации и партнерству строить новые и новые проекты. Я уже часто рассказывала про одну нашу школьницу, которая пришла с одним проектом, ушла с тремя. У нее аэратория, йога-студия, это йога на гамаках. Она пришла развивать этот проект, в итоге познакомилась с девушкой, которая занималась пошивом одежды. Они запустили свою линейку комбинезонов для йоги, второй вид бизнеса. И третий, у нас была также девушка, которая детский центр развивает для развития малышей. И они придумали идею того, чтобы в одном месте снять одно помещение с одной стойкой ресепшн. И при этом мама идет на йога-студию, а ребеночка тут же отдает детский центр. Экономит время, и мама, и ребенок занят, и, в общем, как-то, да, очень удобно. И таких моментов, вот, правда, много. Иногда люди приходили с одной идеей, а в процессе обучения понимали, что это вообще не то, вообще не их. И на ходу переобувались, что называется, и выпускали совершенно с другим проектом. Также немаловажным, наверное, и самым ценным, что есть в школе, является пул наставников. По прошествии вот этого обучения мы понимаем, что у ребят есть знания, есть какие-то навыки сформированные, но нет опыта работы и нет вот этой такой шкуры, которую ты наращиваешь, пока ты становишься предпринимателем. Зато она есть у наставников. Кто такие наставники? Это люди с большим предпринимательским опытом, которые уже имеют компании, возможно, и не одну, где-то и серийные предприниматели, которые уже достигли того уровня в развитии своего бизнеса, что готовы, а, инвестировать в свободные деньги в начинающих предпринимателей, в стартапы, и, б, готовы, ну, помогать, обучать, наставлять, отсюда и слово наставник, и, б, готовы часть своего бизнеса кому-то делегировать. Вот эта неочевидная выгода наставников, она нам стала известна уже по прошествии того, как мы увидели, как они работают с нашими выпускниками. А заключалась она, как мы уже поняли, именно в следующем, что человек, когда готовит под себя предпринимателя, ну, например, у человека из строительной компании, есть несколько направлений работы в этой компании, да, ну, там, не знаю, котлован кто-то роет, кто-то там возводит стены, кто-то там устанавливает окна и двери. Я понимаю, что вот он уже освоил котлованы, он уже освоил возведение стен, а вот окна и двери он бы дал кому-то на аутсорс, но абы кому давать не хочется, привлекать со стороны не хочется. Зато я могу обучить предпринимателя, который в это пришел, возможно, у него схожий бизнес под себя, дать ему необходимые знания, навыки, где-то подружиться, запартнериться и сделать это, а, совместным бизнесом, партнерством, и, б, ты уже знаешь, что он работает по твоей модели, он обучен тобой, и, соответственно, вы там примерно одинаково мыслите и принимаете именно там одинаковые управленческие решения в одной концепции. И это тоже очень интересно, но это вот мы уже потом поняли, когда поработали. Это уже в процессе. Это уже в процессе, да. Изначально нам казалось, что самое главное, самое ценное – это инвестиции. И они, правда, готовы инвестировать, готовы, но даже не всегда нужны инвестиции. Многие предприниматели, начинающие приходят с идеей того, что вот я бы начал, да денег нет. И все сходятся в итоге к тому, что вот нет денег на стартап, и вот поэтому я не начну, мне нужно миллиона полтора, не меньше, не так. Вот процентов 70 случаев, либо совсем не надо денег, можно вот сделать это быстро, привлекая нужных людей, нужные ресурсы. А во-вторых, даже если нужно, то очень немного, потому что на старт нужно минимум, как правило. Если это, конечно, там огромный проект, инновационный. Если мы говорим о вот микробизнесе, то не нужны там большие деньги, а даже если нужны, у нас есть фонд микрофинансирования, которые также реализуют свою государственную поддержку в виде микрозаймов под льготные проценты, там в среднем 5,5% годовых. Ну, никакой банк не даст, во-первых, предпринимателю начинающему, во-вторых, под такой низкий процент. И поэтому фонд микрофинансирования вот прекрасно справляется с этой задачей и эффективно работает. Так вот, эти наставники, они даже не всегда реализуют вот эту свою возможность инвестировать. Как правило, просто того, что они включаются в бизнес со своим опытом и знаниями на два месяца, это вот срок, который мы устанавливаем для работы наставников и наставляемых, как правило, этого вполне хватает для того, чтобы бизнес прям вот начал работу, запустился и не буксовал. У нас были даже примеры, когда не просто наставник нам помогает наставник, но даже помещение помогает подобрать, ходит, смотрит, смотрит договор проверять. Ну, то есть вот они настолько вот начинают уже дружить, наверное, как-то общаться, что наставник это вот как твой второй партнер, как совладелец, который прям включается и помогает, 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 помогает тебе. Это тоже дает свои результаты. У вас прям очень серьезно все. К вам сырым не попадешь, наверное, да? Нет. Нужен обязательно бизнес-план уже? Нет. Нет? Бизнес-план – это то, что формируется в процессе обучения. Спасибо вам большое за беседу. Вам спасибо. 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 Продолжение следует.